Всем привет, я дизайнер расширенной версии игры Sims 2 Open for Business. В этом дополнении ваши симы будут зарабатывать большие деньги, а я вам покажу, как именно можно сделать это в игре. Вот он, мой бизнес. Я открыл магазин игрушек, и то, что вы видите на экране, второй день игры. Панель управления бизнесом находится в правом верхнем углу экрана. В ней содержится вся важная информация о моем бизнесе. Для этого переместимся вот сюда, в нашу мастерскую. Именно здесь изготавливаются игрушки для моего магазина. Посмотрите в меню, здесь можно изготовить множество самых различных игрушек для детей и взрослых. Сейчас я могу сделать только игрушечного робота. Это из-за того, что мои таланты пока не особо развиты. Посмотрите, вот здесь на панели отображающие мои таланты. У меня золотой значок по продажам и золотой значок по изготовлению игрушек. Сейчас я изготовлю клоуна в коробочке. Я подхожу вот к этому шкафу и достаю из него детали для игрушки. На самом деле, я захожу на сайт тройное w.sims2.com и загружаю новые детали для игрушек. В обмен я предлагаю свои детали. И это здорово, потому что мы можем меняться деталями с другими игроками по сети. А вот здесь мне придется потратить немного больше времени, чтобы изготовить некоторые детали самому. А теперь возьмем эту игрушку и поместим ее на полке магазина. Я могу изготавливать игрушки сам, а могу купить их для перепродажи. Вот сейчас я куплю игрушечного мишку и помещу его на полку своего магазина. Для того, чтобы получить прибыль, мне нужно повысить цену на этого мишку по сравнению с закупочной. Для этого перейдем вот в этот пункт меню и установим цены. Я хочу, чтобы вот эта игрушка стала дорогой, и вот эта тоже. А теперь я открою магазин для покупателей. Я поменяю табличку с закрыто на открыто. Эта табличка позволяет мне регулировать приток покупателей в магазин. После полного рабочего дня магазин нужно закрывать для уборки и пополнения запаса товара. А вот и мой первый покупатель, точнее покупательница Робин. Она еще не знает, что именно хочет купить и пока что только смотрит. Это просто отлично. Кстати, обратите внимание, над ее головой виден уровень заинтересованности в покупке данного объекта. А вот это Энди. Он продавец-новичок в отделе, в том самом отделе, куда забрела Робин. У Энди не получилось продать ей ничего, и уровень заинтересованности покупательницы упал. Спасибо, Энди. А теперь мы еще и оштрафованы за попытку флирта с покупательницей. Спасибо тебе огромное, Энди, за эффективную работу с нашей первой покупательницей. Вообще, когда над покупателем горит высокий уровень заинтересованности в покупке товара, опытный продавец может продать ему довольно дорогую вещь. Я имею в виду опытных продавцов, а не таких, как Энди. Посмотрите, этот покупатель выглядит растерянным. Я выбираю в меню пункт продажа и фразу «Могу я вам помочь?». Именно так следует делать, когда зашедшие в магазин люди стоят в нерешительности, не зная, что же им купить. Вы можете взаимодействовать как с покупателями, так и с сотрудниками. Давайте попробуем убедить покупательницу по имени Барбара. Давайте используем головокружительную лесть – действие на покупателя самого высокого уровня. Только работники самого высокого уровня умеют это делать. Запудрим ей мозги, и покупка уже у нее в кармане, а у нас прибавилось постоянных покупателей. Так называемая покупательская приверженность – это верность клиента вашему магазину. Именно на ней и основывается ваш бизнес. Как вы можете видеть, вот в этом окошке на панели управления вашим бизнесом указано количество моих постоянных покупателей, а также рейтинг моего предприятия среди покупателей. Вот здесь вы даже можете видеть, кому из покупателей понравилось в моем магазине, а кому нет. Бонусы бизнеса, это небольшие приятные бонусы, которые я получаю при повышении рейтинга моего бизнеса. Я могу выбрать, что именно я получу в качестве бонуса. Хотелось бы получить рывок вперед, но, к сожалению, пока этот бонус мне недоступен. Я выбираю мотивационную речь, благодаря которой все мои работники будут в нужном месте в нужное время. Итак, Энди, тебя ждет целый мир. Мы вдохновляем его на эффективную работу. А теперь я изменю цены в своем магазине. Это очень хороший способ привлечь больше покупателей в магазин, ведь именно на цену в первую очередь смотрит покупатель, решая, купит ли он этот товар или нет. Я могу видеть цены своих конкурентов и, думаю, смогу переманить их покупателей, снизив цены в своем магазине. А теперь давайте посмотрим, готовы ли покупатели вложить немного наличности в развитие моего бизнеса. Посмотрите, уровень заинтересованности в покупке у них над головой немного повысился. Давайте немного надавим на покупательницу, чтобы она приняла решение. Для этого нам, наверное, придется пожертвовать приверженностью этой клиентки к нашему магазину, ради того, чтобы покупка все же свершилась. Магазину нужна наличность, чтобы продолжить работу. Вот продавец подходит к покупательнице и начинает на нее давить. Вы же хотите это купить? Ну что же вы, давайте, решайтесь. Вот, покупка состоялась. А вот и Энди. Энди, что ты делаешь? Ты же должен заниматься совершенно другим. Энди, иди сделай что-нибудь полезное для разнообразия. Энди, что ты делаешь? Тебе не следует давить на покупателей. Ты же недостаточно хорошо умеешь это делать. Потрясающе. Снизился уровень покупательской приверженности, снизился уровень доходов, снизился рейтинг магазина. В общем, спасибо тебе, Энди, пообщался с покупателями. Не самый лучший работник в моем магазине. Вы не можете полностью его контролировать, только влиять на его поведение. К примеру, вот так. Энди, ты уволен. Я знаю, это очень тяжело для тебя, мне очень жаль и все такое. Сдай, пожалуйста, униформу. Это всего лишь парень, которого я увидел неподалеку и нанял для работы в магазине. Вот такой он рабочий день в моем магазине игрушек. А сейчас я покажу вам некоторые другие, не менее занятные вещи в игре Sims 2 Open for Business. Вот еще один дом, в котором можно открыть свой бизнес. Посмотрите, у него на крыше стоят статуи ниндзя, рыцаря, водолаза и гориллы. Если вы хотите продавать ниндзя-гамбургеры, оденьте официантов в костюмы ниндзя и продавайте гамбургеры. Откройте свой ресторан. А вот вы видите лифт. С его помощью Симы перемещаются с этажа на этаж, ну и многие другие вещи тоже. А вот мой салон красоты. Это не просто прическа, это новый головной убор для костюма рыцаря. Особенно приятно то, что внешний вид этого Сима сохранится таким до следующего визита к вам. Я отправил несколько младших Симов забавляться с игрушками. Я сделал это для того, чтобы показать вам, что игрушки, произведенные в вашем магазине, не только объекты для продажи, но и полноценные объекты для ваших Симов. Вот этому маленькому Симу явно понравилось сплескаться в струях фонтана. В доме происходит еще кое-что. Вы можете изготавливать и продавать, к примеру, вот эти торты. Просто отправьте кого-нибудь к плите. Думаю, на этом все. Вы смотрели ролик по дизайнерскому прохождению игры Sims 2 Open for Business.